Екатеринбург Вот некоторые говорят, да, не май месяц, а открытие мотосезона состоялось 4 мая, накануне Пасхи, так тогда был дубак и даже снегопад. Лето в этом году было, мягко говоря, не жаркое, во всяком случае не такое испепеляющее, как в прошлом году. Байкеры вспоминают, что в течение мотосезона посещаемость байкерских мероприятий была невысокой, именно из-за недоброкачественной погоды. Ну а на закрытие мотосезона с погодой повезло. А вот кому не повезло, так это тем трем десяткам байкеров, которые до закрытия не дожили. Поубивались на дорогах, и это на 8 человек больше, чем в прошлом году. И это обстоятельство подметила Галина Кравченко, главная в областной ГАИ по пропаганде безопасности дорожного движения. К сожалению, основная причина это скорость на первом месте. Больше всего мы потеряли людей, это 13 человек погибших. И на втором месте это несоблюдение очередности проезда. Либо водители автомобилей вас не пропустили, либо вы их не пропускаете. Вот вся проблема в этом. Когда вы научитесь правильно оценивать ситуацию на дороге, тогда вы сможете безопасно управлять транспортом. На сегодня у нас более 500 ДТП на дорогах произошло. И говорю еще раз, это не предел. Берегите свою жизнь, любите жизнь, берегите своих детей. Не покупайте транспорт раньше времени, они еще успеют подкататься. Ну и желаю вам безопасных дорог. Заканчивайте сезон с успехом. По этой же теме высказался и уральский пельмень Сергей Исаев. Он тоже призвал байкеров попридержать коней. И юморист со стажем ни разу не пошутил. Ибо скорость у байкеров зачастую действительно не шутейная. Дорогие друзья, сегодня закрытие байкерского сезона, но это не значит, что байкеры уже завтра пропадут с вашей улицы. Нет, байкеры всегда были и будут ездить. Я к байкерам отношу и людей, которые быстро ездят на машинах, а тем более друзья наши самокатчики. Соблюдайте скорость, ведь это ваша жизнь. Это не Чита, а ваши личные. Если вам без разницы на своей жизни, поберегите просто нервы своих близких, особенно родителей. Будьте бдительны и соблюдайте, пожалуйста, скоростной режим. Это я вам говорю, как человек, который постоянно себя бьет по рукам и говорит, Сережа, с байкером. Жизнь хороша, когда едешь медленно и ей наслаждаешься. Всем здоровья, всего самого хорошего. На церемонии закрытия были и концерты, и разные конкурсы. Очень сильно порадовали брутальных байкеров четыре дамы, исполнившие танец с саблями. Ну, кстати, очевидцы сообщают, что среди байкеров были не только мочеподобные бородатые бруталы, но и семейные люди с детишками. А по фиозам церемонии закрытия мотосезона можно считать традиционный мотопробег по центральным улицам Уральской столицы. Часть улиц была заранее перекрыта. И нашлись горожане, которых это, ну читай, чужое счастье, подбесило. Тут главное людей загодя предупреждать, чтобы перекрытия и пробки не стали неожиданностью. В сентябре у центрального стадиона зародилась прям вот такая тенденция каждую субботу проводить массовые мероприятия. В прошлую субботу был 20-й юбилейный кросс-нации, в котором бегали 20 тысяч человек. И тоже были перекрытия и тромбы на дорогах. В этот раз сотни байкеров. А, кстати, хотите прикол про кросс-нации, раз уж за него зашел разговор. Автору этих строк довелось. Иду, вижу на асфальте чей-то нагрудный номер валяется. Думаю поднять. А потом в голову пришел типа прикол. Нет, носить чужой номер это как носить чужой крест. Ну, типа пошутил. Номер как крест, а потом присмотрелся. А на номере-то написано кросс, что по-русски значит крест, прикиньте. Шутка-то сама собой добилась. Тот скажет, да вообще не смешно. Ну, слушайте, если Исаев не шутит, я-то что, нанимался что ли? Короче, мотосезон 2024 в Свердловской области закрыт. Если увидите мотоциклиста на дороге, считайте его нелегалом. Редактор субтитров А.Семкин